Маленькие-то две стучки зарезала. Зашел в этот двор, увидел, как женщина режет собак. Подходить к ней и что-то там делать, останавливать. Ну, человек с топором и с ножом. Я чужих никогда не беру. Это мне кто дает собачку, то отдает. А так, что-то ловила, они мне нахрен не нужны. Я чужую собаку есть не буду. Я не знаю, чем они все, и больные. Только домашние. А вы получаете удовольствие, когда убиваете? Ну, не знаю. Варили, жарили шашлык. Шашлык делали из собак? Да, из собак шашлык очень вкусный. А вы знаете, чем ваша жительница занимается? Ну, так-то изредка. Изредка что? Она изредка занимается? Да, да. А для чего? Это хобби такое? Это нет. Она расставала сильно. А вы как к этому относитесь вообще? Вам как? Да, мне без разницы. Поселок Зеленая Дубрава, Рубцовский район. Женщина жестоко убивает щенят, разделывает их еще живыми. Эти кадры в июле взорвали соцсети. По понятным причинам мы не можем показать само видео в нашем сюжете. Знаете, вот насколько я как бы не сильно впечатлительная, я не смогла досмотреть до конца видео. Это ужас. Мотив был такой, что я слышала, что туберкулезов не помогают. Это корейцы сказали, что они хорошо туберкулезов. А у вас туберкулез? Ну, я не знаю, но вроде бы да. А вот вы говорите, тетя Надя отдавала вам собака. Это ваша родственница? Да. Милиционер быпсый. Потрясающе. Корейские целители туберкулеза. По словам женщины, она работала с ними в поселке на полях. Именно они и привили ей любовь к собачьему мясу. Согласитесь, что даже в русской кухне есть множество блюд, состав которых не входят собаки. А если завтра пенсионерка решит, что из человеческого мяса можно сделать вполне себе годные котлеты, тогда и каннибализм можно будет оправдать тем, что это средство для выживания. Или так корейцы научили. Тем не менее, полиция не нашла ничего криминального в действиях живодерки. Но уголовное дело не возбуждено. Одно из оснований – женщина ест собак из-за нищеты. Они не нашли состава преступления вот именно в этих деяниях, именно вот этой женщины. Мы все находим, а они почему-то не находят. При жестоком обращении с животными, повлекшими увечья или смерть животного, наступает уголовная ответственность. Это штраф до 300 тысяч и лишение свободы от 3 до 5 лет. И вот эта уловка полиции, и именно ее они учат, как говорить, что это для еды. Сама Бокова подтверждает, что сотрудники полиции ей сказали, когда приедет телевидение, говорить, то есть они ее заранее подготовили речь, говорить о том, что якобы она убивала животных ради пропитания. Обед готовите сейчас? Да, я все супруг сделаю. Говорят, что вы собак ели, потому что есть нечего было. Здесь собак нет. То есть курица, мясо, фарш любительский. Кто покрывает женщину и, главное, зачем? Мы убедились, что она не голодает. Тем более ее сожитель Александр работает у местного фермера. Андрей Фейш лично обращался в районное отделение полиции. Говорит, сотрудников беспокоит только тот факт, что дело придали огласке. Ему удалось записать разговор с местным участковым. К сожалению, подобных историй по стране очень много. Так может быть, в этом виноваты не только те, кто убивает животных, но и те, кто им это позволяет. Глава местного сельсовета разводит руками. Но что с живодеркой поделать? Даже штраф не сможет оплатить. Состава преступления не видно здесь. Никто не запрещал собаку употреблять в пищу. Должна ли она быть совсем изолированной, лежать в день в психиатрической больнице? Я думаю, если периодически. Скандальная история дошла до Госдумы. Один из депутатов даже обратился в прокуратуру с жалобой на бездействие властей и силовиков Алтайского края. Ну не поможет у нас город Трубцовск, не поможет Алтайский край, извините, у нас есть Москва и вышестоящие лица. Она создает большую опасность для жителей села и кто окружает ее. По словам Екатерины, она прошла лечение в больнице, принимает таблетки, ходит к психиатру и стала спокойнее. Но кто ее будет контролировать в дальнейшем? Ведь один рецидив может повлечь за собой и другой. Рецидив животных преступлений. Нам она сказала, и приезжали участковые, она ему сказала, мне все равно кого резать, тут и их дети ходят. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.